Добрый день, уважаемые коллеги, это еженедельный обзор от компании Тикмил и сами я, Артур Идиатулин. Результаты встречи G7 на выходных остались совершенно неудовлетворительными для Трампа. Президент выпустил пар в Твиттере в понедельник, обвиняя своих коллег в том, что их волнует только свой собственный торговый дефицит и безопасность. Рынки пока что не спешат усчитывать данные политические шок, если его так можно назвать. Защитные активы на валютном рынке, к удивлению, отреагировали сегодня ростом. Пара доллар-иена сегодня укрепилась почти на полпроцента. То же самое произошло и с парой доллар-швейцарский франк. Но вероятно, что данный рост окажется устойчивым в свете увеличения политических рисков и нестабильности в международной торговле. Личный счет успешных переговоров в президенте США уже давно не растет. И вряд ли стоит ожидать чудеса дипломатии во встрече с лидером КНДР Ким Чен Ын, которому также дается тяжелое изменение в политической позиции. Трамп покинул встречу до завершения и отказался от совместного сообщения. Что указывает на хрупкость опор, на которых строится дружба с США союзниками, которые Трамп смело продолжает расшатывать. Каминике, вышедшая после встречи, неуключно пыталась скрыть противоречие, в котором было сказано, что лидеры стран США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии, те страны, которые входят в G7, они сошли с необходимостью поддерживать свободную, справедливую, взаимовыгодную торговлю с однозначным осуждением протекционизма. Испорченные за одни выходные отношения с торговыми партнерами теперь ждет долгая дорога к улучшению. И они будут периодически давать встряску тем, кто неразборчив в рисковых активах. Хотя пока это не привело к конкретным угрозам с одной стороны, степень разногласий говорит о том, что Трамп будет опять искать способы давления через торыфные рычаги на эти страны. Политика в торговле может принять крайнюю степень протекционизма, которая, в свою очередь, вернет проблему тарифов око-за око на передовую опасений и может развязать глобальную тарифную войну. Трамп также поднял вопрос о непропорциональной плате западных стран за безопасность, в частности, поддержание Североатлантического альянса НАТО. По мнению Трампа, США несет большую часть издержек за поддержание Союза, при этом все еще и проигрывает во взаимной торговле своими союзниками. То есть это, можно сказать, это заявление можно назвать популизмом во всей красе. Напряженность отношений США с Канадой достигла своего апогея после того, как советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США получила удар в спину от премьера Тройдо, который резко изменил тон риторики на встрече, что может ослабить позиции Трампа перед переговорами с лидером КНДР, или, по крайней мере, сделать вид, что его позиции ослаблены. Эта встреча может стать одним из самых больших политических достижений Трампа во внешней политике, к которому он усиленно готовится. Итальянские и европейские акции сегодня прибавили в цене после заявления министра экономики Италии, что страна должна остаться в ЕС, намекнув на то, что Италия будет выполнять все рекомендации Евросоюза в решении фискальных проблем, то есть устранения гигантского долга КВП, который составляет 130%. Из экономических данных разочаровали темпы производственного выпуска в Англии. Сегодня у нас вышла производственная статистика по Англии, которая показала, что месячные изменения в производстве в Великобритании составила минус 1,4%, хотя самый пессимистичный прогноз у нас предсказал рост на 0,3%. Как видите, весь ряд экономической статистики по Великобритании сегодня не оправдал ожидания, что, соответственно, отразилось на обменном курсе фунта. Это указывает на слабость внешнего и внутреннего спроса на английскую продукцию, подчеркивая, что замедление роста в первом квартале 2018 года может растянуться на более долгий срок. Данные расходятся с комментариями чиновника Банка Англии на прошлой неделе, который заверил, что трудности первого квартала экономика успешно преодолела. Майское заседание Банка Англии не принесло долгожданного результата в виде повышения ключевой ставки, так как, по мнению банка, экономика еще не смогла нащупать твердую почву для роста. Сжатие производства составило 1,4%, как я уже это показал. И по остальным данным это также в связи с тем, что продукция фабрик в Великобритании у нас продолжает падать, соответственно, на производство в Великобритании у нас приходится значительная доля ВВП, поэтому фунт, соответственно, довольно чувствителен оказался к данной статистике. Он сегодня у нас откатился на половину процента против доллара до уровня 1,3350. Сейчас он держится примерно на этом уровне. И стоит отметить, что он незначительно изменился против японской иены, которая, эта пара сейчас торгуется около открытия. Это говорит о том, что взвешивая перспективы доходности США и Великобритании, перевес США очевиден. Однако против японской экономики перевес не столь значительен. Другими словами, вера в доллар перед заседанием ФРС довольно сильная, несмотря на политическую нестабильность. В то же время по евро-доллару мы видим небольшой рост. Сегодня у нас пара укрепилась на целых 17 сотых процента. И это говорит о том, что заседания двух крупнейших центробанков, которые пройдут на этой неделе, создали сейчас значительную неопределенность и могут стать поворотным моментом в динамике евро-доллара. И, скорее всего, определить для нее среднесрочный рост обратно к уровню 1.20 и выше, так как переход к нормализации политики ЕЦБ имеет больший потенциал для роста евро, чем повышение ставки ФРС для доллара, так как это решение у нас является более предсказуемым и определенным. Для нестинного рынка неопределенность торговли США с партнерами стало основным фактором снижения на этой неделе, так как это нарушает перспективы спроса потребления на энергоносители и расширение мировой экономики вообще. Оба сорта у нас сегодня потеряли около 1%. Затем смогли отбить часть потерь. Уровнем поддержки для сорта ВИЦа выступает уровень 62.50. По североморскому сорту это уровень 72.50, с которого медведи могут навязать борьбу, и с этого уровня может произойти у нас бычая коррекция. Но давление на оба сорта будет усиливаться в связи с грядущим заседанием ОПЕК, которое пройдет 22 июня, на котором страны-участники, вероятно, примут решение о повышении квот на добычу. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду.